Встреча с кандидатами предварительного голосования Юрием Кобзевым и Владимиром Карагодиным. Они изложили суть своих программ и ответили на вопросы избирателей. Учителя презентовали свои педагогические достижения на получение денежного поощрения. Победители муниципального тура будут представлять Матвея Курганский район в области. Национальным достоянием России назвали Кубышевский ансамбль народной песни «Братуша» на престижном международном конгрессе музыкального искусства. И теперь более подробно. 11 мая в Матвеевом Кургане состоялась встреча руководителей трудовых коллективов района с кандидатами предварительного голосования партии «Единая Россия» по Таганрогскому округу. На предстоящем 22 мая предварительном голосовании будут определяться те, кому предстоит участвовать в выборах. Встречу открыл глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский. Дело хорошее, но новое. И для того, чтобы иметь понимание, что нам делать, куда бежать и какие решения принимать, у нас сегодня такое организационное совещание руководителей, для того, чтобы, во-первых, понять самим и потом, в общем-то, донести до подчиненных, что и как мы делаем. Кандидаты предварительного голосования партии «Единая Россия» по Таганрогскому округу Юрий Кобзев и Владимир Карагодин кратко изложили суть своих программ. Моя программа как кандидата от партии «Единая Россия» заключена всего лишь в двух словах в общем. Это сбережение народа России. Вот два слова. Потому что, если мы не будем заниматься именно этим моментом, мы можем перестать существовать как страна, как пространство. В это емкое понятие включено абсолютно все. В это понятие включается, прежде всего, охрана здоровья, экология, культура, социальная защита, пенсии. Мы теряем свой народ. Программа моя тоже, наверное, не будем на ней останавливаться, но четко расписаны все пошаговые мероприятия, которые должны быть сделаны, критерии их выполнения. Это возрождение нашей промышленности. Потому что, кто бы что ни говорил, но для наполнения бюджета нам необходимы деньги. Чтобы эти деньги появились, нам необходимы налоги. Вот чтобы эти налоги у нас были, нам необходимо поднимать промышленность, возрождать нашу промышленность, которая уже чуть ли не на коленях стоит. Жители Матвеево-Курганского района имели возможность задать интересующие их вопросы. Они касались таких наболевших тем, как медицинское страхование, борьба с алкоголизмом, пенсионная реформа. В частности, избирателей интересовало, как кандидаты относятся к повышению пенсионного возраста. Любое решение должно быть обоснованным и аргументированным. Если у нас средний уровень жизни, допустим, вырос на 5 лет, а мы на 10, это повод к тому, чтобы задуматься, чтобы поднимать пенсионный возраст. Как бы не вопрос. Но когда мы видим, что у нас средний уровень жизни, как был на том же месте, так и остался, какие у нас предпосылки для того, чтобы пенсионный возраст поднимать? Абсолютно никаких не вижу. Поэтому мы обсуждали, как бы можно говорить долго, что да, там неэффективно, там финансово затратно, еще-еще, ну или что ж теперь? То есть понятно, что это может быть неприбыль. Но тем не предпосылок к тому, чтобы поднимать пенсионный возраст никаких, как и мои предпосылки. Спасибо. Вы знаете, когда осматривался вопрос о повышении пенсионного возраста, министерство, которое поднимает вопрос, они отсылались. Вот посмотрите, вот там, вот там, у них пенсия наступает со стакитами, со стакитами, из семи, из пенсии, ну помните, да? Потому что вы, вот действительно, самые активные люди здесь. Но они умолчали другой вопрос. А какая средняя продолжительность жизни там? Мы что, ну в этой аудитории, прямо скажем, с увеличения пенсионного возраста не все дойдут до финишной черты. Своими основными задачами гости назвали народосбережение, подъем промышленного производства, пересмотр основополагающих законов для приведения их в соответствие с требованием времени. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиусия». В Матвея-Курганском районе проведена открытая презентация педагогических достижений учителей на получение денежного поощрения. В этом году в муниципальном туре принимают участие 4 педагога. Учитель начальных классов Матвея-Курганской школы номер 3 Валентина Богославская, учитель начальных классов Ряжинской школы Светлана Серикова, учитель начальных классов Анастасиевской школы Алла Плохотниченко и учитель физики Грекова-Тимофейской школы Сергей Борцов. Конкурсантов поприветствовала заведующая отделом образования Елена Орлова. Достойные из достойных сегодня перед нами представили. Ну, конечно, я желаю всем удачи, успехов, потому что мы с вами прекрасно понимаем, у нас есть чем поделиться, у нас есть что показать. Ну, а остальным вот участникам, которые ходили бы, участникам, которые присматриваются к нашим конкурсантам, я желаю посмотреть и подчеркнуть самые интересные моменты из опыта и из практики наших конкурсантов. На мероприятии присутствовала главный специалист сектора перспективного развития и управления программами в сфере образования Наталья Рубина. Она пожелала каждому из участников удачного выступления и победы. Пусть победа прошлого года вдохновит вас. А начальную школу, мне кажется, вообще можно будет спокойно уже в вашем районе. Такой активности учителей начальных классов можно только позавидовать. Конечно же, мужчине, учителю физике мы желаем тоже победы. И пусть опыт прошлого года и сегодняшний опыт вдохновит остальных участвовать, принимать участие в этом конкурсе. И, естественно, всем желаю победы. Не волнуйтесь, мы сами волнуемся. Всего доброго, удачи. В соответствии с критериями конкурсного отбора, а их в этом году семь, участники рассказали о своих методических разработках, достижениях обучающихся, результатах внеурочной деятельности и своем профессиональном развитии. Для повышения своего профессионального уровня я активно участвую в различных научно-практических конференциях, семинарах. Также для обобщения опыта я публикую свои авторские наработки в различных изданиях. На таблице представлены все мои публикации. Они все подтверждены документально и в приложении у членов жюри они это могут увидеть. В результате первое место заняла Светлана Серикова, на втором – Валентина Богославская. Они будут участвовать в областном этапе конкурса. Конец минувшей недели и начало этой были ознаменованы празднованием 71-й годовщины Великой Победы. В эти дни проходило много массовых патриотических мероприятий. Традиционно накануне Дня Победы возле памятника Маруся собираются отряды юных инспекторов дорожного движения и сотрудники ГИБДД. Место встречи не случайно. Этот памятник посвящен военным регулировщицам, которые обеспечивали бесперебойность и безопасность движения войск и транспорта, поддерживали порядок и дисциплину на дорогах. На митинге выступила команда ЮИТ Ряжинской школы. Ребята в стихах и прозе рассказали о войне и о том, какой ценой досталась долгожданная победа. Память погибших воинов, защищавших родную землю, присутствующая почти лиминутой молчания. К подножию памятника возложили цветы и венки. 7 мая в Матвеево-Курганском районе состоялся автопробег по местам боевой славы Великой Отечественной войны. Его организаторами выступили администрация района и коллектив станций техобслуживания «Советская». Автоколонна направилась по определенному маршруту. У мемориалов воинской славы прошли торжественные митинги с участием детей. Общая протяженность пути составила свыше 100 километров. Участие в автопробеге приняли более 180 автомобилей. Завершилось мероприятие возле якоря. Все его участники возложили к подножию памятника цветы и исполнили песню «День Победы». Самое впечатляющее празднование состоялось 9 мая на центральной площади поселка. Праздник открыли трудовые коллективы, предприятия и организации. В шествии бессмертного полка участвовали около 2000 человек. Они шли с портретами своих доблестных предков и белыми шарами. Всех участников торжества поприветствовали глава администрации Матвеева Курганского района Александр Рудковский и председатель районного совета ветеранов Григорий Пужаев. Подзвуки марша были торжественно внесены копия знамени Победы, факел с огнем из мемориала славы, портреты маршалов Победы и макеты советских орденов войны. Дети вручили ветеранам цветы. Память тех героев, которые не дожили до этого дня, почтили минутой молчания. Символом бессмертных солдатских душ в небо взлетели сотни белых шаров. Затем на площади началось театрализованное представление, в котором приняли участие солисты и коллективы районного дома культуры и детские творческие коллективы. И еще одна новость на эту тему пришла к нам из Староротовки. В преддверии Дня Победы жители хутора впервые участвовали во всероссийской гражданской акции «Бессмертный полк». В колонии «Бессмертного полка» шли более ста человек. Они несли портреты своих близких, чтобы прикоснуться к истории своей семьи, испытать чувство гордости за своих дедов и прадеда, за свой народ, умеющий побеждать. В этот же праздничный день у мемориала «Павшим героям» прошел торжественный митинг «Поклонимся великим тем годам». В адрес ветерана было сказано много теплых слов и пожеланий, а дети подарили им цветы. Юные жители хутора читали стихи о войне и о победе. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почти лимитой молчания и возложили цветы к памятнику «Павшим героям». Затем для всех присутствующих открылась полевая кухня. Дошкольники, одетые в военную форму, с гордостью угощали гостей походным обедом, кашей с тушенкой и солдатского котла. Национальным достоянием России назвали Кубышевский ансамбль народной песни «Братуша» на престижном международном конгрессе музыкального искусства. А еще просил коза, правды для народа, Будет правда на земле, будет и свобода. Боишься ты, оишься, ты меня не боишься, Я тебя не трону, ты не беспокойся. Боишься ты, оишься, ты меня не боишься, Я тебя не трону, ты не беспокойся. Ансамбль народной песни «Братуша» был создан на базе Куйбышевского дома культуры четыре года назад и за это время стал известен далеко за пределами района. Руководитель ансамбля народной песни Наталья Левченко вместе со своим супругом Вячеславом, который является мозговым центром коллектива, недавно стали гостями живой темы на русском радио. После прямого эфира мы пригласили их в нашу беседку. «Братуша» – это как братья и сестры, понимаете, мы как семья. Это в принципе в переводе с казачьего как брат и сестра, равный друг другу. Брат равный как сестра. Да. Вот. И как появился? Собирали, приглашали, заинтересовывали современными обработками, интересом, как это звучит. Вообще, на самом деле, вот я для себя сделала такой вывод, только в народной песне, но это, наверное, для меня лично, можно выразить свои эмоции настолько хорошо, насколько ты их чувствуешь. В эстрадной песне ее так и не выразишь, потому что там какой-то определенный есть рамки, ты спел только в этом образе и больше никак. А вот в народной песне, там можно и всплакнуть где-то, где-то посмеяться, где-то пошутить. Исполнительское мастерство вокалистов совершенствуется благодаря постоянному участию в конкурсах и фестивалях. В ноябре 2015 года ансамбль «Братуша» стал обладателем Гран-при Всероссийского фестиваля хорового искусства «Вославим хором нашу Русь». В апреле этого года ансамбль произвел фурор на Международном конгрессе музыкального искусства в Москве. Их выступление получило очень высокую оценку жюри. Результатом стали два золотых диплома международного уровня. И столица произвела неизгладимое впечатление на участников «Братуши». Первое, что впечатление не забываемо от самой Москвы. Потом от самого этого конгресса и от этих довольно-таки знаменитых судей, которые нас судили и писали свои рекомендации, аттестацию нашего коллектива. Было переживание у меня, как у руководителя, все остальные, конечно, переживали, но не говорили. Но они молодцы, все собрались и очень все хорошо выступили. Я прям за них рада. Ну, в общем, незабываемые впечатления, честно говоря. Впечатления какие? Конечно, довольно-таки сильное, мощное жюри, потому что переживали, конечно, очень сильно. Вот, но, опять же, как повторюсь, когда вышел коллектив, вот, жюри что-то писало. Когда запел коллектив, жюри побросало ручки и сделало вот так. Вот, естественно, коллектив понял, что понравился. Ну, и потом ждали ответы, рекомендации. Когда стали читать рекомендации ихние, там же всех листы, искали ошибки, ну где же, они только хорошие слова там написали. Волне этого успеха какие? Какие у вас планы ближайшие творческие? Знаете, как в песне все выше, все выше, все выше, и дальше, и дальше идти. Есть в планах, вот мы говорили уже как-то, у нас есть сценарий, создать театр казачьей песни. Сценарий еще был написан в 2014 году. Кстати, им. Да, это спектакль, яркий спектакль с песнями казачьими, народными. С обрядами. С обрядами. Если это воплотится, это будет что-то, конечно. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиусье». Это пока вся информация. Эти и другие новости вы сможете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь и желаю вам хороших выходных.